от упадка сил, депрессии и при высоком сердцебиении. Высокое сердцебиение – это всегда адреналин, депрессия, отсутствие допамина и третье – упадок сил, высокое давление. Вы фактически сейчас описали то, что называется гипертоническое заболевание сердца. Именно поэтому, причем оно связано с высоким адреналином у вас. То есть нервные состояния приводят к спазму коротких сосудов, после чего увеличивается объем сердца. Это все формирует сердечную гипертензию, что приводит к тому, что появляется вот такое заболевание. Очень часто люди думают, что если у вас нет энергии, упадок сил и так далее, то вы, скорее всего, имеете пониженное артериальное давление. Но это не так. И пониженное артериальное давление, и повышенное артериальное давление имеют одну и ту же особенность – упадок сил, усталость, вздыхание, распирающее боль в загрудинном пространстве, небольшое ощущение, как будто вы задыхаетесь, часто зеваете. Это все гипертензия. Что необходимо сделать? Это препараты успокаивающие. Обратиться необходимо все-таки к кардиологу. Очень часто женщины думают, что они в детстве и в юношеском возрасте, будучи астеничными, имели пониженное давление. И на протяжении всей жизни, когда принимали кофе, не заметили, когда они поправились. И прошло время, и они начинают обращаться и говорят, а пью кофе, а сил нет. Я говорю, вы болеете гипертоническим заболеванием сердца. Андрей Андреевич, у меня, скорее всего, пониженное. Я говорю, давайте проверяем. И вот потом мы начинаем проверять, и оказывается, человек пьет кофе, имея повышенное давление. Чего делать категорически нельзя. Ну и чем можно помочь людям, которые страдают гипертонией или гипертензией? Давайте еще раз. Смотрите. Депрессия. Депрессия устраняется в случае, если у человека снижать адреналин. Чем снижать адреналин можно? Есть такое понятие, которое называется адреноблокаторы. Есть препарат даже такой, который называется триплексам. В этом препарате находится комплексный препарат, применяя который можно расширить сосуды, убрать адреналин, вывести избыток кальция, который находится в крови. А избыток кальция может находиться, потому что много микробов. Об этом я сегодня говорил. Что нужно делать? Вы уже знаете. Пить под лимониную воду. Ну и мои препараты, пусть это будет делать врач. То есть это назначение врача должно пройти. То есть человек, который начинает лечиться, он должен определить, чем он болеет. В случае, если мой диагноз верный, то необходимо обратиться к кардиологу, обратить какое у вас давление. Пусть он назначит вам определить, с чем это связано и назначит вам правильные препараты. С моей стороны я могу посоветовать следующее. Мне кажется, что в случае, если человек страдает упадком сил, в случае, если человек страдает депрессием и повышенным сердцебиением, то необходимо идти следующим путем. Первое, успокоить этого человека. Каким образом? Есть в моей компании разработанный препарат адреноблокатор, который называется пастовид. Принимать по две таблетки три раза в день. Второй препарат, это препарат куэнзим-10 или энзим-10. Данный препарат поможет перикарду работать более интенсивно, потому что участвует в обмене веществ, заставит его работать правильно и, по моему мнению, способен убрать такое повышенное сердцебиение. Третий препарат, который называется танезон-чай и танезон. Принимать танезон две таблетки три раза в день. Танезон-чай заваривать. Одна столовая ложка на один стакан воды или два пакета на стакан. Принимать два-три раза в день. Следующее. Но можно и принимать препараты медицинские. То есть это препараты, которые может назначить вам врач. Там лазертан или триплексан. Ну их, слава богу, много там. КОНЕЦ Продолжение следует...